Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова видеть на своем канале. Те, кто смотрит меня впервые и нашел, конечно же, YouTube вам подсказал по ссылочке о нарциссе, да? Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, изучите, потому что очень любят зрители моего канала эту тему, поэтому изредка я снимаю на тему нарциссизма видосы, и, соответственно, видосов скопилось очень-очень много на моем канале, прям-таки не знаю, куда девать, хоть канал переименовый в какое-то нарциссоведение, поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваш опыт в комментариях, в общем-то, о взаимодействии с нарциссами. Сегодня мы поговорим вот о чем. Хотелось бы вам рассказать, да, о том, как любит нарцисс. Потому что, когда мне звонят на консультациях, блин, да, по онлайну, по скайпам ведется этот диалог, постоянно пунктанится, а возникает о том, как любит нарцисс. Нарцисс, вы все думаете, что раз он делает какие-то неприятные вещи по отношению к вам, ну, значит, он совсем никак не может любить, он такой холодный, прагматик, такой страшный, пристрашный дядька или тетка, и она, соответственно, не может ни любить, ни чувствовать. Но, дорогие друзья, на самом деле это не так. Нарцисс переполнен различными чувствами по отношению и к себе, и к окружающему миру, так как вы часть окружающего мира, он не может вас, ну, не любить или ненавидеть, да. То есть, во-первых, он будет уже как-то к вам относиться. Это не психопатия, то есть, это не психиатрический, там, конкретно глобальный диагноз, чтобы он, соответственно, там ничего не чувствовал. Это раз, а два, ну, как бы, даже если в сторону психиатрии двигаться, это не значит, что все психиатрические больные совсем не испытывают никаких эмоций. У нас есть, конечно, психопаты, которые не испытывают эмоций, но речь не о них, а речь как раз-таки о, соответственно, нарциссах. Нарцисс испытывает двойственные чувства по отношению к вам. Он вас будет как бы и любить, и ненавидеть. С чем это связано? Связано это с тем, что у него ущемленная самооценка. Связано это с тем, что он может вас одновременно чувствовать и конкурента, и друга, подругу, там, не знаю, сожителя, маму, папу. Он может как бы одновременно с вами конкурировать, и одновременно, нарцисс всегда, я уже говорил, любит через родителя, то есть, он видит вас, родителя, и одновременно хочет видеть вас, раба. А как бы вот раба я не совсем могу видеть. А родители заслуживают очень тонких чувств. Отсюда, когда мы говорим о манипуляциях нарциссы, я говорил, что большая часть из них произрастает интуитивно, да? То есть, когда, соответственно, нарцисс делает какие-то вещи, многие вещи он делает несознательно. Вот эта тактика горячо-холодно, она тоже нарциссам проецируется несознательно. Он несознательно, как бы, в зависимости от, так скажем, как дождичек в четверг прошел, отнесется к вам либо с любовью, либо с каким-то ярким абьюзом, да, еще с чем-то, с какими-то его фишками. Поэтому, дорогие друзья, нарцисс может любить, и его могут даже посещать так называемые приступы любви. Но, к сожалению, эта любовь больная, и люди эти находятся в фазе акцентуации, да? Поэтому здесь нельзя сказать, что это какие-то такие грандиозные злодеи. Нет. Есть различные расстройства, где все гораздо хуже. И нарцисс может любить. И если вам, соответственно, наиболее частый задаваемый вопрос, да, если вам интересно, можно ли излечить нарциссизм, да, теоретически можно практически очень тяжело. Вы можете посмотреть там любых других практикующих людей именно с, соответственно, психологическим образованием или психиатрическим. Никто еще никогда не сказал, что это легко, потому что тяжело нарцисса вывести на этот контакт, даже если вы его за уши приведете, ну, соответственно, к лечащему специалисту. То есть взаимодействие с нарциссом очень тяжелое. Но это не отменяет ситуации, что, соответственно, оно абсолютно ни при каких условиях никогда невозможно. Это раз. А во-вторых, это не отменяет той ситуации, что не нужно учитывать, да, якобы человек полностью не чувствует, и эмоциональная сфера отсутствует, и вот он не будет чувствовать совсем ничего. Что-то он будет чувствовать. Некоторые, кстати, даже склонны во многих патологических состояниях, склонны чувствовать, вот когда в сторону некоторой социопатии, проявления, да, склонны чувствовать больше к животным какой-то жалости и сострадания. Да, вот напишите мне в комментариях, есть у вас друзья, которые говорят, что если человек машину собьет, мне пофиг, если собачку, я там разрыдаюсь, там расплачусь, агрессирую и так далее. Вот знаете вы таких людей. Соответственно, как бы здесь, к чему я снимаю вообще этот видеоролик? Так как вы взаимодействуете с нарциссами, многие мне писали, что вам это интересно и так далее, я вам советую эмоциональную сферу не исключать при общении с этими людьми, потому что тут уже очень индивидуально, но у них у всех есть такие триггеры, спусковые механизмы, которые заставляют их испытывать те или иные эмоции. Завладейте этими триггерами, завладейте, соответственно, несколькими ключиками к душе нарцисса. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, инстаграм, и я вас всех жду на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok